С презентацией я хочу передать слово Ренату Мухаммедвалиеву. Он постоянно выступает у нас на форуме, чему я искренне рад, потому что это один из лучших специалистов отрасли. И мы перейдем к сессии вопросов. У нас будет как минимум минут 15, поэтому готовьте вопросы, у вас будет возможность задать. Спасибо. Большое спасибо вам, всем добрый день. Секрет хорошего выступления простой, надо рассказать много непонятных слов, сказать, что в конце что-то. Мы вам поможем с этим разобраться. Действительно, большое спасибо всем выступающим, которые были до меня, потому что они рассказали, в принципе, обо всем, что происходит. И, соответственно, мне нечего говорить. Но я не буду много рассказывать о своей компании. Мы, как и были, как и отриемся достаточно хорошей региональной компанией, продолжая последовательно реализовывать свою стратегию. Мы искренне считаем, что в ближайшие три года наше действие будет определять, наверное, три главных тренда. Первый главный тренд, который является на сегодняшний момент ключевым для всех игроков, это, соответственно, адаптация и дальнейшая оптимизация эффективной бизнес-модели. Я искренне считаю, что на сегодняшний момент в России есть две компании, которые могут себе позволить развиваться органически, не концентрируясь на эффективности бизнес-модели, потому что их бизнес-модель показала свою результативность. Это компании Leroy, Merlin и Petrovich. Действительно, большие молодцы. Поэтому для всех остальных игроков вопрос бизнес-моделей и среднесрочной стратегии, наверное, будет являться ключевым. Второй, соответственно, вопрос, который будет определять нашу эффективность, это категорийный менеджмент. Это фундаментальный вопрос сейчас, потому что мы в прошлом году вошли в зону рецессии. Самое грустное, что мы вошли в зону дефицитного бюджета. На самом деле, никто из людей, сидящих здесь, не знает, не имел опыта жизни в условиях рецессии, а тем более в условиях дефицитного бюджета, в том виде, в котором мы имеем сейчас. Это абсолютно новая реальность. Самое главное, это новая реальность с точки зрения менеджмента. Мы уже сейчас наблюдаем очень сильное смещение спроса в ценовых категориях. Спрос резко уходит в средние минусы в дешевые сегменты. Это тот тренд, к которому сейчас мы должны очень быстро адаптироваться. И третий сегмент, про него тоже сегодня много говорилось, третий тренд – это онлайн. Онлайн действительно развивается колоссальными темпами. И сегодня на рынке DIY есть уже игроки, которые в следующем году войдут в рейтинг топ-10. Для нас последние два года это является одним из самых мощных трендов. Я искренне считаю, что вообще в ближайшие несколько лет life-for-life роста можно будет достигать только за счет роста продаж в онлайне, в multi-channel, как это можно говорить сейчас. Это если говорить о тех трендах, которые нас ждут. С точки зрения совета, как действовать в этих условиях поставщикам, на самом деле все достаточно просто. Была очень хорошая презентация в самом начале, где показывался уровень консолидации на крупнейших рынках. В России в условиях рецессии уровень консолидации только ускорится. Я абсолютно уверен, что в принципе подобные конференции в течение трех лет смысла иметь не будут, потому что будет происходить точно так же, как и в Европе, когда съезжается 600 поставщиков и присутствует 10 сетей. И все эти 600 человек приехали, по сути, чтобы встретиться с этими 10 сетями. И каждый выступающий подвергается массированной атаке после каждого выступления. Поэтому, если вы хотите быть в лидерах через три года, работайте с 10 крупнейшими сетями и думайте, собственно, как между ними выживать. Это такой грант, который очень сильно будет определять нашу экономику. РБК Дэйли в преддверии конференции вчера разместила хорошую статью на этот повод. Маленькие сети, региональные сети будут закрываться. Этот процесс, особенно я уверен, что в третьем квартале этого года он усилится, когда кризис эффективности вместе с кризисом ликвидности достигнет в этом году своего пика. Хотя, как говорят экономисты, за 2014 год будет хуже, чем в 2013, но намного лучше, чем в 2015. Я искренне считаю, что это такое хорошее время для японского менеджмента, когда мы должны сосредоточиться на эффективности. При этом, такая у меня сегодня, наверное, выступ... Я искренне еще раз говорю, что я считаю, что все выступающие, когда на меня выступили, рассказали обо всем, что происходит на рынке, поэтому я могу свободно определить тему своего выступления. У меня было несколько вариантов, но я искренне считаю, что главный вопрос, на самом деле, который стоит перед всеми сейчас на рынке, он достаточно простой. Я достаточно отношусь к профессиональному, деформированному человеку. Я люблю менеджмент и люблю заниматься им. Я считаю, что самое главное правило эффективности в любом бизнесе заключается, и в принятии управленческих решений заключается в том, что самое главное, нужно быть честным с самим собой. С этого начинается правильное принятие решений. И, думая о том, о чем я сегодня говорил, я думаю, что нужно быть действительно и поставщиками, и игроками на рынке на сегодняшний момент, нужно быть честными перед самим собой. На сегодняшний момент у всех игроков на рынке есть один главный вопрос, на который мы пока ищем ответа. Кто-то нашел, кто-то нет. Этот вопрос звучит очень просто, он звучит. А что, собственно, делал с Леруа Мерлен? Ну, и это действительно так. Я считаю, что эта компания проделывает действительно колоссальную работу для того, чтобы консолидировать рынок. Но я горжусь тем, что я работаю в российской сети, и я считаю, что это фундаментальный вопрос, на который я как менеджер российской сети, на который я и председатель союза DIY должен отвечать. Потому что мне, как менеджеру российской сети, не очень охота увидеть повторение сценариев Польши, где сейчас иностранные сети занимают доминирующее положение. Во всяком случае, можно сказать, что национальных сетей там нет. Я считаю, что самый правильный сценарий, который есть, это сценарий Скандинавии, это сценарий Германии, где именно национальные сети играют главную роль. Потому что при всей декларируемой локальности международных сетей, все-таки мы с вами должны понимать, что это международные сети, эти сети, которые оставляют прибыль немножко в других местах. Поэтому с этой точки зрения, я считаю, что это главный вопрос. Это главный вопрос, который мы ставим перед собой как сети, это главный вопрос, который на самом деле мы ставим перед поставщиками, потому что консолидация рано или поздно приведет к тому, что поставщикам придется выбирать. И выбирать так, как они делают сейчас, производя один продукт под нас, а продавая точно такой же продукт, но под другой, под другим лейблом, с подписью Light Blurant, практически будет невозможно. Я искренне считаю, что у сетей есть выход, и в рамках развития союза DIY мы эти действия делаем. На сегодняшний момент, как сами члены союза DIY, так и ряд сетей, я думаю, что Домоцентр и Мегастрой, наверное, самые лучшие примеры, которые достаточно эффективно корректируют свою стратегию для того, чтобы конкурировать с Леруа. Но это важный вопрос, на который должны ответить поставщики. На сегодняшний момент у нас нет объединения поставщиков. Не факт, что я бы не призывал, наверное, к его созданию, но потому что поставщики должны отвечать на этот вопрос. Я думаю, что вам уже сейчас нужно об этом думать очень серьезно, потому что те конфликты, которые мы решаем сейчас, показывают, что большинство поставщиков не готовы к решению этих вопросов. И те ценовые войны, которые мы устраиваем в городах, которые фактически приводят к тому, что некоторые бренды исчезают с рынков, это следствие непоследовательных, нестратегически проработанных действий поставщиков. Третий, наверное, путь, которым мы должны действовать, я искренне считаю, я к этому призываю с трибуны, я считаю, что мы должны сдерживать развитие Леруа. Мы должны это сдерживать созданием реальных барьеров. И я считаю, что мы, как Союз Диайвай, в том числе, будем лоббировать эти вопросы просто потому, что это плохо для рынка, когда есть монополит. А во-вторых, мы будем сдерживать развитие, действительно, проводя работу с потребителями. Во всяком случае, Германия в 60-х годах прошлого лета, это действительно было на уровне национальной политики, что если мы хотим восстановить нашу экономику, как бы вам не было тяжело и сложно, то покупать нужно немецкое, и покупать нужно в немецких сетях. И на сегодняшний момент мы видим немецкие сети на лидирующих ролях во всей Европе. Потому что, когда у тебя есть мощные тылы в виде собственного потребления, ты можешь идти спокойно дальше. Я горжусь тем, что у нас в стране есть такие сети, как Магнит, как NVIDIA. Это сети, действительно, с очень мощной стратегией, которые смогли создать задел, когда рынок это позволял. К сожалению, это не получилось у Максидома, хотя у него были самые сильные стартовые позиции в свое время. Действительно, я на Максидома мог стать российским Леруа Мерле, к сожалению. Но поэтому на сегодняшний момент в Екатеринбурге, в области и в тех регионах нашего присутствия мы совместно с госструктурами, со средством массовой информации действительно реализуем программу, что покупаете в российских сетях. Мы призываем покупать не только в наших магазинах, мы призываем покупать в продуктовых сетях и так далее. Это вот такие моменты, наверное, о которых я хотел поговорить. Поэтому закончу я очень просто. У нас было очень хорошее начало. Мы проговорили про Олимпиаду. И действительно, Олимпиада стала таким важным моментом. Я говорю, что я всех в текущей ситуации призываю к бытовому патриотизму. На самом деле, весь прошлый год наша экономика не росла. Мы должны с вами это очень четко понимать. Рост промышленного производства прекратился в феврале 2013 года. И когда мы на форуме DIY говорили, что, ребята, дальше нас ждет очень плохая ситуация, мягко говоря, люди относились к этому скептически. Весь прошлый год наша экономика росла, потому что росло потребление. Причем большая часть этого потребления стимулировалась кредитами. В декабре прошлого года рост потребления через рост кредитования был исчерпан. И начиная с января месяца мы падаем. По итогам марта рост промышленного производства и рост в области индустрии и сервиса, начиная с 2009 года, показал самые низкие показатели. Я искренне считаю, что то, что у нас сейчас происходит, сейчас это сезонный всплеск, потому что традиционно весной сельское хозяйство и строительство начинают расти. Но это сезонный всплеск. Нас ждет очень сложный третий-четвертый квартал. И поэтому я искренне считаю, что мы должны заниматься бытовым патриотизмом. Я не призываю нас пересечь всех на лады. Мне нравится формулировка «не путайте патриотизм с идиотизмом». Но действительно нужно говорить о бытовом патриотизме, нужно говорить о том, чтобы увеличивать приобретение в том числе у российских поставщиков, нужно увеличивать приобретение у российских производств, и нужно русским потребителям покупать в российских сетях. Вот поэтому у меня такой месседж немножко не про нашу сеть, а про то, что происходит на рынке, и про то, что мы как индустрия в целом можем сделать для того, чтобы наша экономика, наша индустрия развивалась. Про то, что мы достаточно уже большие, можно говорить однозначно, на сегодняшний момент ритейл обеспечивает, не знаю, и вам не дашь не соврать, но по-моему у нас работает 30% населения страны. Ну вот сейчас еще к рамку соединения. Большое спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо.